Продолжаем выпуск. Аэропорт Симферополь встретил своего миллионного пассажира. Надо сказать, что в этом году традиционная акция авиаперевозчиков прошла на два месяца раньше обычного. В прошлый раз юбилейных клиентов в аэропорту встречали только в сентябре. Аэропорт Симферополь – терминал отправления. Эти люди, читая бережных из Москвы, стоят в очереди на регистрацию своего рейса и даже не знают, что через несколько минут их объявят миллионными пассажирами аэропорта. От авиакомпании «Аэропорт» в качестве знака внимания к нашим постоянным пассажирам вручить вам сертификат на перелет до Москвы в бизнес-классе. Всем втроем. Я вас поздравляю. Спасибо. На подарки для своих миллионных клиентов руководство аэропорта не поскупилось. Вместе с подарочным сертификатом счастливчикам досталась точная модель одного из самолетов аэроплота и прекрасный букет «Рос для дамы». Поздравить миллионных пассажиров от республиканской власти приехал и крымский спикер Владимир Константинов. Прошусь вручить вам недельный отдых в Порт-Имаре. Спасибо, чтобы вы вернулись. Думаю, на конец года у нас будет рост более чем в два раза по линии авиаперевоза. Количество рейсов уже в день достигло 77. Это рекорд за все время после развала Советского Союза. Поэтому такими темпами, конечно, мы идем к очень хорошему пассажиру обороту и, по сути дела, формируем новые потоки уже на следующий туристический год. Алексей Бережной рассказывает, вместе с семьей приехал в Крым, чтобы убить сразу двух зайцев, поработать и отдохнуть. Решил в Крым отдохнуть, потому что на Софи в Крыму я ездил в командировку, мне здесь понравилось, в Синферополе. Ну и решил приехать еще в том году до всех событий и как бы воплотил желание. Ой, нас задарили подарками. Огромный букет красивых роз, очень приятно. Тоже модель самолета, аэрофлот откроем, обязательно посмотрим. Муж, я думаю, будет в восторге. Также путевку на отдых бесплатно для нас. В этом году аэропорт Синферополь побил все рекорды по пассажиропотоку, отмечают специалисты. И это учитывая тот факт, что Крым только-только открылся российским туристам. Мы видим значительное увеличение пассажиропотока. Безусловно, мы хотим постоянно повышать качество и сервис обслуживания пассажиров. Поэтому к маю 2015 года мы планируем расширить существующий аэровокзальный комплекс, увеличить зоны и прилета, и вылета. А также планируем возведение нового пассажирского терминала. На реализацию последнего пункта в этом масштабном плане генеральный директор аэропорта отвел приблизительный срок в три года. Кроме того, в перспективе будут рассмотрены предложения альтернативных аэрофлотоперевозчиков. Егор Петрунин, Сергей Южков. Время новостей.